Я это все, конечно, понимаю. Отход от старой, совковой, номенклатурной, пинджачной, кроватки, галстуки, пинджаки, директора замысоленные. Отход от этой политики как можно дальше. Но извините меня, как избиратели президента нашего, нынки матинки, Украины нашей, впадание в другую крайность, це вже теж за НАТО. То есть о чем речь? Минимум, как главе АП администрации президента Зеленского, тому Богдану, который вечно с этой камерой бегает. Понятно, что нужно показывать молодежный задор и тому подобное, чтобы не ассоциироваться с потертыми пиджаками, замусоленными портократскими и тому подобное коррупционами. Это минимум как? А максимум, возможно, и охране президента Зеленского нужно было подойти или к самому этому юнкеру, Жану Клоду, кажется, и в жопу иголку цыганскую вставить и сказать, блин, если ты начнешь сосаться, лизаться, обниматься, вставляться или еще как-то похлопываться с президентом Зеленским, президентом державы, которая точит войну с оккупантом путиновским, российским, то мы тебе, блин, эту иголку загоним, блин, куда еще дальше куда-нибудь или вдыхло куда-нибудь, там, двиганем тебе, блин. Вот хотя бы так нужно вести на этой арене международной. Я вообще уже думал, этого юнкера уже давно Меркель куда-то сплавила, но, как мы видим, эта юнкерская чумашка, ЛГБТшная, она делает вот такие, как собака, блин, по значке территорий метит, так и он метит будущих своих левацких подданных. То есть, левотня, вот эта вся на западе, она таким образом помечает, как пес или кот своих подданных, которые должны поддаться на его вот эту шизофреничность левацкую. То есть, ну, хотя бы об этом нужно предупреждать президента Зеленского, чтобы какое-то чмо левацкое его не похлопывало. Короче, жесть. Охране президента 0-0-2 с минусом. Вот за такую работу. И его представителям международным. Понятно, что он там слабо ориентируется, что говорить и как говорить, не складно. Да складность нахер не нужна. Главное, дела. Но и похлопывания тоже нахер не нужны. Вот эти защечки, прощечки. Хватит он с тусковскими вот этими урядами, комаровскими уже так обходился, что вся Польша националистическая взвыла, блин. Сколько ж можно, сколько можно. И пошли они в небытию, эта левацкая зараза всякая в Польшу. Правда, там пришла другая зараза. Ультра-провецовая, якобы. Ту, которую еще запрещал маршалок Пилсудский. Короче, работать надо над имиджем и державы, и президента своего. А это значит завздолыгить, превенционно, превенцийно предупреждать вот такую херню. Вот. Хватит вот так уже одно изваяние липецкое лизалось, сосалось там, чмокалось с леватьством европейским. Да, там на Меркель держатся санкции на Россию, но и на Меркель держатся Нордстрим, тоже российский. Пасе, Мусе, возвращается Россия, вошла в совет директоров Сфифта и тому подобное. Сначала формат, там, нормандский, блин, Будапештский, а потом Сисюка, не. Иголку в жопу ему цыганскую, этому юнкеру, блин, Жалклоду. Хайварит до своих леваков Сисюка зацеловаться. А тут идет война. Ту, которую Порошенко профанировал, что это идет война, якобы. У него. А на самом деле идет торговля на войне, на кровищи украинцев, воюющих на этой войне. Музыка. 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 Музыка.